В 9 стихе 3 главы послания Колоссиным говорится «Не говорите лжи друг другу». Церковные люди, не говорите лжи друг другу, совлекшись... Послушайте, как он это сказал. Вы совлеклись ветхого человека с делами его и облегшись в нового. Я люблю говорить это так. Облегшись в другого человека. Вы совлеклись ветхого человека и облеглись в нового. А это значит, что ветхого человека в вас уже нет. Вы не обновляете ветхого человека. Вы удаляете его. Вы совлекаетесь ветхого человека, облегаетесь в нового, который обновляется в познании по образу... Посмотрите на нового человека. Он обновляется в познании по образу создавшего его. Родившись выше, вы совлекаетесь ветхого человека и облекаетесь в нового, сотворенного по образу Бога. Аллилуйя. Послушайте, что произошло, когда вы родились выше. Произошло следующее. Иисус, я делаю тебя Господом своей жизни. Вы совлеклись ветхого греховного человека. Как вы помните, человек есть дух. Он обладает душой и живет в физическом теле. Реальный вы, вы в своей сущности, духовное существо. В своей сущности вы духовное существо. Духовное существо, обладающее душой, который живет в физическом теле, в этой физической сфере. Вы — это не тело. Вы — духовное существо. А ваш дух, Аллилуйя, был возрожден. Был сделан совершенно новым. Что значит «был возрожден»? Был пересоздан. Тот ваш дух, который у вас был, Богу не понравился. И он пересоздал его. И так, в результате пересоздания, возникло новое творение. Вы родились выше. И это то, кто вы есть. Таким образом, вам надо быть осторожными и не допускать, чтобы ваше поведение в теле противоречило тому, кто вы есть в духе. Я рожден свыше. Я — новое творение, новый вид существа, которого прежде никогда не было. По причине нашей смерти вместе с Иисусом. Знаете, когда умер Иисус, умерли и мы. Помните, я показывал вам эту иллюстрацию? Мы во Христе Иисусе. Со дня рождения свыше, мы во Христе Иисусе. Предположим, это Христос. Со времени нашего рождения свыше, мы во Христе Иисусе. Опыт Христа теперь становится моим опытом. Опыт Библии становится опытом этого голубого конверта. Почему? Потому что он в Библии. Все, что происходит с Библией, происходит и с конвертом. Что бы я ни сделал с Библией, ее опыт будет опытом этого конверта. Подобным образом, мы во Христе Иисусе. Опыт, который есть у Иисуса, поскольку мы в нем, становится нашим опытом. Вот какое мне пришло откровение, когда я размышлял об этом. Я сказал, спасибо Боже за возможность испытать твою смерть. Погребение и Воскресение. Итак, мы умерли со Христом. И благодаря этому, мы теперь рождены свыше. Мы подключены к жизни Божией. Мы были пересозданы в образ Иисуса Христа. Я должен донести вам эту истину сегодня. Вы были... Откройте первое послание Иоанна, 4 главу. Вы были пересозданы в образ Христа. Вам надо питать себя истиной, чтобы ваше поведение не противоречило ей. Чем больше вы черпаете из своего нового тождества, тем больше будет ваше поведение изменяться и соответствовать вашему новому тождеству. Если у вас плохое поведение, то вы ведете себя несоответственно себе. Это не вы. Когда мне говорят, «Я спасен, но вот обругал человека», я говорю в ответ, «Это не вы». Это не вы. Это не соответствует вам. Это не вы. Если я смогу убедить вас в том, что это не вы, тогда и ваше поведение изменится, потому что вы примете свое истинное тождество. Это не я. Когда я вышел из себя вчера, это не я. Когда я засменивался, это не я. Когда я оказался в постели с той, с кем не должен был оказываться там, это не я. Вы говорите, «А кто это там был?» Плохое поведение происходит от остатка ветхого человека. Когда в вас был ветхий человек, он испортил ваше тело. Но Бог пересоздал вас и вложил в вас нового человека, который силен настолько, что может оживить ваше мертвое тело, испорченное ветхим человеком. Иногда вы забываете, кто вы есть, и позволяете остатку ветхого человека поступать по-своему. Первое, что надо сделать, чтобы изменить свою жизнь, признать, «Это не я». Плотское мышление, «Да, это я», поскольку в этом случае вы смотрите на себя, как на тело. Но реальный вы, дух, созданный по образу Бога, а ветхое поведение — это не вы. Что дальше? Теперь, когда вы понимаете, что это не вы, ваше поведение изменится, поскольку вы осознаете, что это не вы. Пока вы будете думать, что это вы, вы будете продолжать делать то же самое, поскольку думаете, что это ваше тождество. Поэтому каждый раз, когда вы делаете что-то глупое, напоминайте себе, «Это не я». Стоп! Это не я! Не буду этого делать. Я не буду делать глупость, если буду помнить, «Это не я». Говорите сами собой, «Это не я». Я уже другой, и больше не буду ругаться. Мое поведение не определяет меня. «Ой, я взял эти часы, это не я». Я знаю, ваша плоть и ваш плоский ум говорят, «Да, это ты». Но это не вы. Видите, что делает враг? Он старается, чтобы вы продолжали соглашаться со своим плохим поведением, вместо того, чтобы вы соглашались поверить с тем, как определяет вас Слово Божье. Пока вы не придете в согласие со Словом Божьим, ваше поведение не изменится. Это не я. И своих детей надо воспитывать точно так же. Это не ты. Ты так не делаешь. Ты был создан не таким. Ты рожден свыше. И ваш ребенок поверит в это. Это не я. Делайте так, а не «ты только посмотри на себя». Ты ведешь себя как глупец. Нет, нет, это не я. Это не ты. Это не ты. Я дам тебе время. Приведи в порядок свою комнату. Подумай, пойми, кто ты есть. Прошло время. Скажи мне, кто ты. Я дитя Божье. Я создан по образу Господа Иисуса Христа. У меня плоды Духа и характер Божий. И ты прав, папа. Это был не я. Так что накажи меня. А потом я поеду в ночной клуб и сделаю все, что запланировал. Нет, потому что это тоже не я. Благодаря нашей смерти с Иисусом мы теперь рождены свыше. Мы подключены к жизни Божьей. Мы были пересозданы в образ Иисуса. Итак, какое у нас местописание? Вы можете взять первое послание Иоанна 4,7 и полностью изменить свою жизнь с сегодняшнего дня. Прочтем седьмой стих вместе. Готовы? Читаем. Возлюбленные. Остановимся на этом. Остановимся здесь. Остановимся здесь. Скажите это слово. Возлюбленные. Знаете, что значит? Те, кто возлюблены Богом. Бог любит меня. Бог любит меня. И поскольку Бог любит меня, Он не допустит у меня кризиса тождества. Поскольку Бог любит меня, я могу отождествляться с Ним. О, Бог любит меня. Послушайте, как он вас называет. Что он вам говорит? Возлюбленные. Хорошо, давайте прочтем. Возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий... Что? 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 И он что? Прочитаем 17 стих. Некоторые из вас сразу открыли 17. Но прочтите этот стих. Любовь до того совершенства. Давайте вместе. Достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Потому что как он, так и мы в этом мире. Сейчас. Как он. И что дальше? Обратите внимание, здесь не сказано, что вы станете как он, когда попадете на небеса. Апостол говорит, «Вы, как он сейчас, в этом мире. Как он, так и мы. Ну а как использовать это практически?» Например, выглядит так, что у вас нет денег. То есть не выглядит, а у вас их нет. Кто-то скажет, «Не выглядит, пастор, а вы посмотрите, у меня пустые карманы». Вот как это используется на практике. Вы не отождествляете себя со своим поведением или жизненными проблемами. Вы видите, у вас нет денег. Но затем вы говорите, «Минутку!» Ваше тождество побуждает вас к изменениям. «Я как Иисус». Как говорит Писание, «Как он, так и я в этом мире». Так, минутку. Раз «Я как Иисус». Иисус что, безденежный? Посмотрите, как работает ваша вера. Сделаем еще раз. Иисус что, безденежный? Вы сейчас в роли небес. Вы задаете себе вопрос, «А небеса вам отвечают, «Иисус что, безденежный?» Нет, смотрите. Как он, а Иисус не безденежный. Так и я. Я тоже не безденежный. Дьявол тут как тут. Ты безденежный. Смотрите, ты же не Иисус? Дьявол борется против вашего тождества, верно? Он знает, что сила в вашем отождествлении с Иисусом. Если вы согласитесь не отождествлять себя с Иисусом, дьявол вас одолел. Иисус безденежный? Как он, а Иисус не безденежный. Так и мы в этом мире. И я не безденежный. Ты безденежный. Нет. Да. Нет. Ты знаешь, что ты такой. Нет. Такое впечатление, что я на детском служении и делаю кукольное представление. Послушайте, вот как использовать это местописание на практике. Дьявол настаивает на своем. Говоря, что вы безденежный, дьявол утверждает, что вы не такой, как Иисус. Дело тут намного глубже. Такой трюк дьявол проделал с Адамом и Евой. Ты не как он. Как ты можешь думать, что ты как он? А что происходит, когда вы держитесь того, что говорит слово? Иисус не безденежный. И я не безденежный. Почему? Потому что как он, так и я в этом мире. Каждый раз, когда приходит голос обвинителя, ты безденежный. Вы отвечаете, нет. На самом деле дьявол говорит, ты не такой, как Иисус. Дьявол хитер и напрямую таких слов говорить не будет. Но все связано с вашим тождеством. Ты безденежный. Ты не такой, как Иисус. Ты больной. Иисус болел? Утверждает, ты больной, скоро умрешь. Дьявол говорит, ты не такой, как Иисус. Все, что дьявол говорит против вас, связано с вашим тождеством. Все, что дьявол когда-либо делает против вас, непосредственно связано с вашим тождеством. Потому что он знает, если я смогу привести тебя в замешательство относительно твоего тождества, я смогу привести в замешательство твою жизнь. А что происходит, если христианина никак не привести в замешательство? Если он говорит, я как Иисус, выглядит совсем не так. Зависит от того, как смотреть. Я как Иисус. Нет. Да. Я как он. Дьявол продолжит говорить. Его задача измотать вас. Он обманщик. И три недели назад вы говорили ему тоже, но он не унимается. Вы говорите ему, что бы и сколько бы ты мне ни говорил, но я буду повторять. Я как Иисус. И что тогда происходит? Что будет? Если вы исповедуете эту истину, что происходит? Вы преображаетесь. Слава Богу. Вы преображаетесь. Хотя вы не такой, как Иисус физически. Халлелуя. Хорошо. Вижу. Вижу, вижу. Понимаю. Понимаю, понимаю. Да, да, да. На самом деле вы не такой, как Иисус физически. Но вы знаете, какая часть вашего существа точно такая же, как Он? Ваш дух точно такой же, как Он прямо сейчас, сегодня. Истину говорю во Христе. Не лгу. Ваш дух точно такой же, как Иисус прямо сейчас, сегодня. Ваша внешность еще не преобразилась в то, кто вы есть на самом деле. Но вы не должны отождествлять себя с внешним, со своим телом, со своим поведением. Вам необходимо отождествлять себя со своим истинным тождеством. А это ваш воссозданный, рожденный свыше Дух, как Иисус, так и мы в этом мире. Ваш дух вложен на все необходимое для вашей жизни. Вам это понятно? Как новое творение. Скажите, «Я новое творение». О чем здесь речь? О вашем теле, душе или духе? Скажите, «Я новое творение». Это ваше тело, ваша душа или ваш дух? Скажите своему соседу, «Я новое творение». Представьте, что будет с христианами, которые решат отождествлять себя со своим физическим телом или даже со своей душой, притом ничего не зная о своем духе. Представьте, в каком обмане они будут жить всю оставшуюся жизнь, если будут смотреть на то, что я проповедую, как нечто недостижимое. На себя надо смотреть глазами Слова Божьего. Новое творение. Да, мы новое творение. И будучи новым творением, мы как Христос в своем духе. Мы призваны жить на основании этого нового тождества. Мы призваны жить так, обновляя свой ум. Наш ум должен обновляться истиной о том, кто мы есть в своей сущности. Это первая истина, которой надо обновлять свой ум. Обновляйте свой ум истиной о том, кем вы являетесь в своей сущности. Обновляйте свой ум истиной о том, кем вы являетесь в своем духе. Надо начать так жить. Однако я не смогу жить на основании своего нового тождества, если не буду обновлять свой ум истиной о своем новом тождестве. Я должен обновлять свой ум истиной о своем новом тождестве. Обновлять свой ум. Как это? Я не спровергаю все свои ветхие мысли о себе и говорю, я дитя Божье. Дух Божий свидетельствует духу моему, что я дитя Божье. Как Он, так и я в этом мире. Я такой, как Иисус в моем духе. Что я делаю? Обновляю свой ум и теперь смогу жить на основании своего нового тождества. Я веду себя согласно обновлению своего ума, истиной о том, кем я являюсь. Аллилуйя! Религия всегда боролась с христианами, которые верили в то, что они, как Иисус, всегда боролась. Почему? Если вы не измените восприятие своего тождества, вы не измените и свое поведение. Но будете вести себя точно так же. Религия, люди так устали от нее, потому что она не производит ничего, кроме осуждения, вины, стыда, тяжести. Люди настолько устают от религии, что перестают ходить в церковь. Я устал от религии. Устал. Вы говорите мне, как прыгнуть выше. Я прихожу снова и говорю, что не получилось. Вы говорите, что я прыгал недостаточно высоко. Я прихожу и спрашиваю о том, как мне прыгать. Надо было молиться, когда прыгаете. Я молился, когда прыгал. Когда прыгаете, надо молиться на языках. А как вы молились? Вот так. Ла-ка-та. А надо ри-ла-га. Вот как надо молиться на языках. К тому же, к молитве на языках надо добавить пост. Молясь на языках. Вы недостаточно поститесь. Часто пропускаете церковь. Читаете Библию каждый день? Читаю. Сколько времени? 30 минут. Надо читать час. Пока не будете читать час, ничего не будет. Сколько вы дали денег в воскресенье? Два доллара. Нет. А двух долларов успеха у вас не будет. Люди устают. Это религия. Она загоняет вас в рабство. И вы ничего не можете достичь. А Иисус пришел и освободил нас от этого рабства. Он дал нам Духа Святого и сказал, Дух Святой будет вести и направлять вас. Дух Святой не только будет говорить вам любить свою жену, но и покажет, как это делать. Он не только скажет вам об исцелении, но и покажет, как. Он не только скажет вам изменить свое отношение, но и покажет, как это сделать. Итак, жизнь по благодати — это жизнь в зависимости от Духа Святого, который рядом с вами, который говорит с вами и показывает вам, что и как делать. И это вместо рабства набору правил и предписаний, исполнение которых недостижимо. То, что мы имеем, мы имеем благодаря тому, что сделал Иисус, а не благодаря тому, что сделаем мы. И наша вера не в наши усилия и достижения, наша вера в то, что сделал Иисус. Моя вера в Его послушание, а не в мое. Аллилуйя! Обновление ума в сущности. Вы это поняли? Я обновляю свой ум в сущности своей, и каждый раз, когда у меня возникает искушение отождествить себя со своим поведением, я использую первое послание Иоанна 4,17. «Как Он, так и я». «Как Он, так и я». «Разве Иисус бездомный?» «Нет, как Он, так и я». «Как Он, так и я». «Как Он, так и я». «Как Он, так и я». Вы начинаете это использовать, и так жить. вы начинаете это использовать и так жить вы начинаете это использовать и так жить вы начинаете это использовать и так жить поэтому нельзя держать против людей то что они сделали против вас не делайте этого если вы это делаете значит вы не понимаете всю систему веры и становитесь одним из обвинителей против братьев я верю я верю я верю знаете люди приводят самые разные причины чтобы не ходить в церковь и большинство из них связано с их плохим поведением это так пастор я приду в церковь но мне надо привести свою жизнь в порядок я не играю с богом в игры я знаю что не ходить в церковь плохо но по крайней мере я не играю с богом так они проявляют свою самоправедность а может вам как раз надо играть с ним потому что это будет намного лучше чем то что вы делаете сейчас играйте с ним я не играю с богом в игры я знаю что же вы плохо могу и быть честным с вами да у нас и так был честный разговор сейчас я вам скажу всю правду а что вы говорили до этого я буду с вами честным время от времени я употребляю да да вот только что пришел из ночного клуба да да я знаю что женат и зная что вы учите о браке но вот вчера я увидел одну девушку спал ли я с ней да я честен с вами я говорю правду по крайней мере я не играю с богом в игры произошло вот что ваше плохое поведение теперь управляет вашей жизнью и определяет ваше тождество поэтому вы предпочитаете оставаться дома я не хочу идти в церковь чтобы не чувствовать осуждение но я не хочу вызывать у вас чувство осуждения у меня нет такой цели я говорю вам о том что есть благодать и что бог готов назвать вас праведным несмотря на ваше плохое поведение если вы поверите богу поверите в то что он простил ваши грехи если вы поверите в то что он более не вспомнит ваши грехов в то что он очистил вас если вы поверите в это бог изменит вас я не собираюсь играть роль святого духа он будет изменять вас а мое дело любить вас мое дело любить вас не осуждать вас понимать вас это мое дело а христиане думают что их дело ходить и говорить людям какие они плохие причина они осуждает себя за свое плохое поведение поэтому еще тех чье поведение еще хуже чтобы проявить свою самоправедность теперь я не так осуждая себя потому что посмотри на себя ты еще хуже да нет это вы хуже потому что вы самоправедный и нет ничего хуже самоправедного человека хотя он внешне ничего такого не делает эндрю уомок я люблю этого парня он рассказывал как он думал о себе я не ругаюсь не пью я не употребляю наркотики ничего такого я не делаю но поскольку я гордился всем тем чего не делаю я увидел в себе самоправедность а она хуже всех грехов которые я не делал я благодарю бога за то что еще до конца этой серии проповедей почти весь город придет в церковь людям надо просто узнать что мы не держим их грехов против них и что мы их любим и что все будет хорошо верьте в иисуса примите его любовь и бог поможет вам мы тоже поможем вам мы будем говорить с то что вы делаете потому что вы не делаете ничего чего бы не делали раньше мы не надо сейчас принимать такой христианский вид вы же помните как вы ходили в ночной клуб и помните что вы там делали также я говорю вам как есть несмотря на это бог так сильно любит вас что поклялся самим собой чтобы вы не сделали он не оставит вас он сам сказал никогда не оставлю тебя и не покину тебя а церковные люди говорят стоит тебе даже немного согрешить и бог ушел от тебя бог никогда не оставит вас оставить вас после того как вы промахнулись мимо цели для бога означало бы нарушить обещание и отречься себя так что когда вы упали в канаву бог все равно рядом с вами вот такому богу мы служим если у вас библии собой откройте вместе со мной восьмую главу послания к римлянам как чудесен иисус вы заметите что изменения сверхъестественные изменения происходят в вашей жизни библия говорит что мы дети невидимого а сверхъестественного своей жизни дамы и господа вам надо миновав видимый процесс соединиться с процессом сверхъестественным некоторых из вас это удивит аллилуйя но я говорю вам не удивляйтесь потому что ваш бог которому вы доверяете всегда держит вашу жизнь в своих руках слава богу и хвала господу скоро вы будете переживать удивительные вещи и причастие части этого слава богу придя к врачу не удивляйтесь когда он скажет вам что ваше артериальное давление нормализовалась что уровень холестерина снизился улучшилось то и это аллилуйя вы спросите это все произойдет благодаря этой маленькой чаши важно не сама эта чаша а то что она представляет хвала господу кровь и тело иисуса христа мы не можем говорить о вере в иисуса и при этом не принимать причастие иисус сказал я что-то сделаю для вас если будете есть мою плоть и пить мою кровь что-то происходит прямо сейчас я верю в этого имя иисуса если и не для чего другого начните ходить в церковь ради того чтобы принимать причастие вам понятно аллилуйя как я думаю это самое важное послание из всех которые когда-либо буду проповедовать я еще не проповедовал его я размышлял и просил господа покажи мне как сказать это как мне этому научить людей господь как мне поделиться с ними это истиной мы говорили о переживании свободы благодати слава богу в благодати много свободы однако в это утро я хочу уделить время я хочу поговорить о свободе и в благодати в аспекте образа христа в нас что необходимо знать об образе христа в нас откройте восьмую главу послание к римлянам к римлянам 8 глава и открыв эту главу давайте в это утро прочтем 16 стих начнем с него и поговорим о тождестве потому что именно тождество определяет поведение то как вы себя ведете основывается на тождестве которое вы восприняли относительно того кто вы есть если у вас неправильное тождество тогда и ваше поведение будет строиться на основании этого тождества если же тождество правильное то и поведение будет строиться на его основании если вы запутались относительно своего тождества, то и ваше поведение будет соответствующим. Многое в нашей жизни происходит по причине правильного или неправильного тождества. Мы в церкви часто делали следующее. Критиковали поведение людей, не понимая, что они ведут себя так на основании своей веры о своем тождестве. Раньше я уже говорил, что правильная вера приводит к правильной жизни. Если вы станете правильно верить в то, кто вы есть, тогда и ваше поведение будет соответствовать вашей вере. Неправильные поступки приводят вас в неправильную позицию, а правильная вера приводит к тому, что вы ведете себя правильно. Суть христианства не в правильном поведении, хотя религия скажет вам именно так. Церковь это и делает. Сосредотачивается на поведении людей. Если будешь вести себя вот так, тогда мы примем тебя. А если будешь вести себя иначе, то не примем, поскольку твое поведение не соответствует нашим религиозным стандартам. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на поведении, нам надо сосредотачиваться на том, в чем корень плохого поведения. У любого поведения есть корень. И он заключается в том, как вы верите. Во что вы верите. Мы, христиане, верим в Слово Божье. Мы верим в Слово Божье и приводим себя в соответствии с тем тождеством, о котором говорит Слово Божье. Когда я начинаю верить в правильное тождество, правильно верю в то, кто я, тогда и мое поведение будет соответствовать этому правильному тождеству. Аминь. Вот что я хочу, чтобы вы увидели в 16 стихе 8 главы послания к римлянам. Давайте прочтем этот стих вместе. Готовы? Читаем. «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Мне больше нравится расширенный перевод. «Сам дух, таким образом, свидетельствует вместе с нашим собственным духом, заверяя нас в том, что мы дети Божьи. В вас Дух Святой, которого вы приняли в день своего рождения свыше, и он свидетельствует вашему человеческому духу». Итак, Дух Святой свидетельствует вашему человеческому духу о вашем истинном тождестве. Дух Святой свидетельствует вашему духу, и вот что он говорит. Если вы внимательно прислушаетесь, то вот что он говорит. «Вы дети Мои. Вы принадлежите Мне. Вы не в рабстве наркотиков. Вы не в рабстве ложному сексуальному тождеству. Вы не в рабстве порокам общества». Он говорит, «Послушайте Меня. Вы дети Мои». Что-то происходит, когда вы принимаете этот тихий голос, это свидетельство вашему Духу, который Бог хочет, чтобы вы приняли «Я дитя Божье». Всю свою оставшуюся жизнь напоминайте себе «Я дитя Божье». Как вы думаете, что в конечном итоге произойдет с вашим поведением после того, как вы примете истину «Я дитя Божье». «Я дитя Бога». Вы начнете отождествлять себя с тем, что вы являетесь ребенком Божьим. Библия говорит, что Дух Святой свидетельствует нашему Духу о том, кто мы. Дух Святой свидетельствует нашему Духу о нашем истинном тождестве. Я думаю, нам необходимо думать об этом, слушать его. Он старается привести нас в нужную позицию касательно нашего истинного тождества. Знаете, в нашем обществе лет 30 назад особо об этом и не говорили, но сегодня о тождестве идентификации говорят все больше. Идентификация стала предметом злоупотреблений и преступлений. Кто-то может использовать такую информацию для того, чтобы нанести вам вред. Вопрос тождества стал проблемой за последние годы. А корни этой проблемы восходят к произошедшему в Эдемском саду. Кража тождества, идентичности, это началось не сегодня. Корни проблемы восходят к произошедшему в Эдемском саду. Именно тогда Адам потерял свое духовное тождество. Это произошло из-за действий хитрого, коварного врага. По причине случившегося с Адамом, и мы потеряли свое тождество. Внимательно следите за ходом моей мысли. С нами это случилось. Произошедшее в Эдеме повлияло и на нас. Из-за греха Адама мы появляемся на эту землю духовно мертвыми. Давайте я вам покажу. Потому что... Давайте я вам это покажу. Потому что, может быть, какой-то хитроумный проповедник скажет вам иначе. Послание к Римлянам, 5 глава, 15 стих. Послушайте, что сказано о нас. Я хочу привести вам доказательства. Наше тождество было украдено в Эдеме вместе с тем, что произошло с Адамом. Если мы этого не знаем, то испытываем последствия. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного, то есть Адама, что произошло? Подверглись смерти многие. Прочтите 18 стих. Посему, как преступлением одного, всем человеком осуждение. Из-за того, что сделал один человек, из-за греха Адама мы появляемся на эту землю духовно мертвыми. Хотя обычное дело услышать, что все мы рождаемся, будучи образом Божьим. Обычно мы такое слышим в церкви. Все мы рождаемся, будучи образом Божьим. Однако же Писание говорит, что мы рождаемся, будучи образом Адамовым. Откройте пятую главу книги Бытия. Книга Бытия, пятая глава. Сатана использует тот же вид атаки, что и в Эдамском саду. Он атакует ваше тождество. Вы посмотрите на кризис тождества, который мы видим у людей в сегодняшнем обществе. Люди просто не знают, кто они. Под влиянием безотцовщины, поскольку мужчины оставляют свои семьи, дети не знают, кто они не только духовно, но и физически. В семье нет мужчины, которому можно было бы подражать. Какой бы замечательной ни была мама, но мужчины, которому можно было бы подражать, в семье нет. В итоге человек страдает от проблемы кризиса тождества не только духовно, но и физически. Затем приходит фраг и говорит, выбирай вот из этого множество тождеств. И вот тождество определяется поведением. Получается, что ваше поведение диктует вам ваше тождество. Но это неправильно. Правильно понимать, откуда вы, от кого вы произошли. Вы произошли от всемогущего Бога, от Отца Небесного. Когда вы не знаете, от кого вы произошли, и кому вам обращаться за определением тождества, вы позволяете своему поведению определять, кто вы есть. А я говорю вам, ваше поведение не определяет, кто вы есть. Я имею в виду и плохое поведение. Если ваше поведение плохое, оно не определяет, кто вы есть. Если вы продаете наркотики, то это не то, кто вы есть. Если вы все время лжете, это не то, кто вы есть. Не позволяйте своим поступкам определять, кто вы есть. Иегов определяет, кто вы есть. Вы дети всемогущего Бога. Если вы выросли без отца, найдите человека, на которого вы хотели бы быть похожим. Даже если он уже ушел с этой земли, найдите человека, о котором скажете, «Я хочу быть как он». Вы открыли. Книга Бытия, пятая глава, первый стих. Эта истина поразит дьявола в самое сердце. Он вне себя. И если у нас будут тут какие-то демонические проявления, мы изгоним бесов и пойдем дальше. Вам понятно, что я говорю? Выйдя отсюда сегодня, вы будете знать, кто вы есть. Вы не будете говорить, «Я некто». Нет, вам необходимо знать, что вы не некто. Знать, кто вы есть. Недостаточно сказать, «Я кто-то». Вы должны знать, что вы дитя Божье. Аллилуйя! Книга Бытия, пятая глава, стихи с первого по третьей. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Обратите внимание на то, как Бог создал Адама. Адам был создан как? По подобию Божью. Мужчина и женщина сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «Человек». Это и означает имя Адам, «Человек». И нарек им имя «Человек», Адам, в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына, по подобию своему, по образу своему. Адам был сотворен по образу Бога, но когда пришел сатана и обманул его, по причине грехопадения с того момента, люди утратили образ Божий и стали рождаться по образу Адама. Всем это ясно? В то время, как Адам был сотворен по образу Божьему, сатана украл у него тождество, и также украл его у нас. Грехопадение изменило все, и в результате грехопадения в Эдеме мы рождаемся по духовному образу Адама. Мы рождаемся не по образу Божьему, но по духовному образу Адама. И только когда мы принимаем новую жизнь, когда мы рождаемся свыше, наш дух становится рожденным свыше, и мы становимся пересозданными. Вот тогда-то мы обновляемся и возвращаемся в образ Божий. На землю мы рождаемся по образу Адама, а родившись свыше, мы возвращаемся в образ Божий. Вот какое тождество у тех из нас, кто рожден свыше. Аллилуйя! Скажите, я образ Божий. Я рожден свыше. Я вернул духовное тождество, которое Бог определил мне. Это произошло благодаря рождению свыше. Вот причина неприятия благодати многими людьми. Раз церковь не готова принять благодать, и люди тоже не готовы. Благодать для людей, которым больше нечего терять. Она для людей, упавших на дно, для тех, кто не знает, что делать. Вам надо достичь ситуации в жизни, когда вы скажете, «Я не знаю, что еще делать». Вот когда вы готовы к благодати Божией. Я сделаю так, как сказано в Евангелии. Если люди в церкви не хотят принимать благодать, я говорю не о вас. Вы хотите, поэтому вы здесь. Если люди не хотят принимать благодать, то я пойду по дорогам и изгородям и буду проповедовать Евангелие тем, кто готов принять это незаслуженное благоволение Божие. Я буду проповедовать благую весть. Для вас есть хорошие новости. Бог объявляет нечестивых людей праведными. Поэтому примиритесь с Богом. Придите домой. Принесите с собой свою траву. Приведите с собой всех девушек, которых вы предлагали клиентам. Принесите с собой все, потому что Бог примеряет людей с собой. Он больше не гневается на вас. Он говорит, «Если ты поверишь в меня, я все изменю. Я приду в твое сердце и обновлю тебя изнутри». Вы будете недоумевать, просыпаясь каждое утро, «Что со мной происходит?» Бог будет преображать вас в образ Христов день за днем. Религиозные люди будут удивляться и не понимать, что происходит, но Дух Божий, минуя религию, будет приходить в сердца людей и изменять их жизни. И они будут знать, кто они. Не на основе своего поведения, но по причине Иисуса, который живет в их сердцах. Мне бы хотелось измениться, но у меня проблема с посланием о благодати. А что за проблема? Какая проблема? Вы не можете принять любовь к Божью? В чем проблема? Он же прощает вам все ваши грехи. Что за проблема? Иисус умер вместо вас и был в аду, чтобы вам не оказаться там. Какая проблема? Он обещал никогда не оставлять и не покидать вас и быть с вами до скончания века. Что за проблема? Он ведь удалил стыд, страх и осуждение из вашей жизни. Вы скажите мне, в чем проблема? Иисус заплатил за все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Он не вменяет их вам, хотя вы ведете себя безрассудно. Он достаточно терпелив, чтобы ждать, пока вы от них избавитесь. Так скажите мне, в чем же проблема? Извините меня за то, что я разволновался, но я праздную свою свободу в благодати. Все, что я знаю, это то, что благодати его достаточна для нас. Лучше вам поспешить, потому что колесницы приближаются. Поспешите! Поспешите! Колесницы приближаются! Звук уже раздается. Колесницы появляются. Днем или ночью вы выглянете в окно и увидите там колесницы. Говорю вам. О, Иисус! О, Иисус! Аллилуйя! Слава Богу! Я служу благому Богу! О, я служу благому Богу! Я доверяю Ему! Он не подведет нас! Он не подведет нас! Мы служим могущественному благому Богу! Если вы не думаете, что Он благ, обратитесь мысленным взором к тому, что Он уже сделал для вас. Если вы не думаете, что Он благ, тогда спросите себя, каким образом вы выбрались из той канавы, в которой оказались в прошлый раз. Если вы не думаете, что Он благ, спросите, как же вы исцелились, когда врачи сказали, что вам никак уже не исцелится. Вспомните прямо сейчас, если не думаете, что Бог благ, Мы служим благому Богу. Аллилуйя! Мы служим благому Богу. Аллилуйя! Я стараюсь научить вас в это утро, но при этом и радуюсь тому, что благодать сделала для меня. Я радуюсь этой могущественной благодати и этой могущественной любви. О, Иисус! О, Аллилуйя! 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 Слава Богу! Спасибо, Иисус! А те из вас, кто сидит, я не призываю вас встать, но те из вас, кто сидит, когда вы встретитесь с незаслуженным благоволением, и когда Бог сделает для вас что-то, чего, как вы знаете, вы не заслуживаете, то вы не будете тогда молча сидеть и смотреть на меня, как будто бы со мной что-то не так, когда я восклицаю. Вы не сможете этого сделать! О, вы не сможете этого сделать! Когда вы переживаете незаслуженное благоволение Божье, когда Бог что-то сделал для вас, чего, как вы знаете, вы не заслужили, вы знаете, что не были достойны этого, вы знаете, что не заслужили этого, вы знаете, что не трудились ради этого, но Бог все равно сделал это для вас. О, Иисус О, Иисус О, Иисус Спасибо тебе за твою благодать Спасибо тебе за твою благодать Аллилуйя, присядьте Мы тут пытаемся проводить библейское занятие Присаживайтесь Спасибо, Иисус О, спасибо, Господь Спасибо, Иисус Спасибо, Иисус Спасибо, Иисус Аллилуйя О, аллилуйя О, аллилуйя О, слава Богу О, слава Богу О, спасибо Иисус Господь, мы благодарны Тебе О, мы так благодарны Мы так благодарны, Господь Мы были недостойны, но вот что Ты сделал Мы так благодарны Тебе, Иисус Аллилуйя Аминь Вы уже открыли послание Колосиным? Вау Скажите, я Дитя Божье Вот как мы отождествляем себя В 9 стихе 3 главы послания Колосиным говорится Не говорите лжи друг другу Церковные люди Не говорите лжи друг другу, совлекшись Послушайте, как он это сказал Вы совлеклись ветхого человека С делами его И облегшись в нового Я люблю говорить это так Вы отслуш해주ете Вы не обновляетесь в ветхого человека Вы удаляете его Вы совлекаетесь в ветхого человека Облекаетесь в нового Который обновляется в познании по образу Посмотрите на нового человека Он обновляется в познании по образу создавшего его Родившись свыше, вы совлекаетесь в ветхого человека И облекаетесь в нового, сотворенного по образу Бога Аллилуйя Послушайте, что произошло, когда вы родились свыше Произошло следующее Иисус, я делаю тебя Господом своей жизни Вы совлеклись в ветхого греховного человека Как вы помните, человек есть дух, он обладает душой И живет в физическом теле Реальны вы, вы в своей сущности духовное существо В своей сущности вы духовное существо Духовное существо, обладающее душой Которое живет в физическом теле, в этой физической сфере Вы это не тело Вы духовное существо А ваш дух, Аллилуйя, был возрожден Был сделан совершенно новым Что значит был возрожден? Был пересоздан Тот ваш дух, который у вас был, Богу не понравился И он пересоздал его И так в результате пересоздания возникло новое творение Вы родились свыше И это то, кто вы есть Таким образом, вам надо быть осторожными И не допускать, чтобы ваше поведение в теле противоречило тому, кто вы есть в духе Я рожден свыше Я новое творение Новый вид существа, которого прежде никогда не было По причине нашей смерти вместе с Иисусом Знаете, когда умер Иисус, умерли и мы Помните, я показывал вам эту иллюстрацию Мы во Христе Иисусе Со дня рождения свыше мы во Христе Иисусе Предположим, это Христос Со времени нашего рождения свыше мы во Христе Иисусе Опыт Христа теперь становится моим опытом Опыт Библии становится опытом этого голубого конверта Почему? Потому что он в Библии Все, что происходит с Библией, происходит и с конвертом Что бы я ни сделал с Библией, ее опыт будет опытом этого конверта Подобным образом, мы во Христе Иисусе Опыт, который есть у Иисуса Поскольку мы в нем Становится нашим опытом Вот какое мне пришло откровение, когда я размышлял об этом Я сказал, спасибо, Боже, за возможность испытать твою смерть, погребение и воскресение Итак, мы умерли с Христом, и благодаря этому Мы теперь рождаемся свыше Мы подключены к жизни Божьей Мы были пересозданы в образ Иисуса Христа Я должен донести вам эту истину сегодня Вы были... Откройте первое послание Иоанна, 4 главу Вы были пересозданы в образ Христа Вам надо питать себя истиной Чтобы ваше поведение не противоречило ей Чем больше вы черпаете из своего нового тождества Тем больше будет изменяться ваше поведение И соответствовать вашему новому тождеству